Кикбэк это сложный для восприятия элемент, для его изучения понадобится роккеринг. Делается он вперед, а катбэк назад. Кикбэк означает, что передняя нога делает удар, отрываясь от земли, и становится назад. Кому-то нравится полностью поднимать ногу, кто-то оставляет одно колесо на покрытие. Мы выучим элемент, где колесо остается на земле. Первым шагом берем два конуса. Заход делается как в крис-кросс. После того, как вы скрестили ноги, они обе поворачивают в одну сторону, и вы проезжаете над конусом. А именно в сторону ведущей ноги, если это правая, то направо. Начинать делать нужно на очень низкой скорости. Итак, попробуйте проехать пару раз, меняя ведущую ногу. Задача тут – правильно выехать с конуса. После этого при выезде с конуса сделайте следующее. Поверните заднюю ногу, чтобы она стала параллельной дорожке. Ведущую поставьте на заднее колесо. При этом вы должны остановиться и выпрямить ноги. Очень важно хорошо присесть перед скрещиванием ног. Как только проехали конус, выстреливайте ногу, делая кик. Вес сначала находится на ведущей ноге, но после кика переходит на ту, которая была сзади. Это упражнение повторить, меняя ведущую ногу. Получается, после этого снова приседайте и проезжайте уже сменившейся ведущей ногой за вторым конусом. А та, которая делает кик, поворачивает за ней и проезжает перед вторым конусом. Вы должны чувствовать импульс от приседаний. Когда делаете кик, тормозите. Затем поворот с приседанием наращивает вашу скорость. Целиком элемент выглядит как волнообразное движение. Работа коленями обеспечивает плавность и стиль. А теперь катбэк. Спиной вперед. Становитесь спиной к дорожке. Она должна быть справа от вас. Заезжайте под углом, чтобы правая нога была ведущей. Левая проезжает перед конусом, правая за ним. Как проехали над конусом, поднимайте правую ногу и делайте поворот левой. Затем ставьте правую и проезжайте над вторым конусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова